Не продавать алкоголь подросткам – это не только норма, прописанная в законе, но и строгая моральная табу. В Самаре прошел рейд по магазинам, в которых торгуют пенными напитками. Общественники сделали контрольную закупку в одном из заведений на Ставропольской. Сотрудница магазина не стала спрашивать документы у несовершеннолетней, взяла у девочки деньги в обмен на алкоголь. Когда на пороге появились полицейские ревизоры, директоры-продавщицы торговой точки заняли оборонительную позицию. Ну вообще при мне это все дело было. То есть продали молодому человеку, да. Меня продавец отказал, сказал, я ваш паспорт не видела, я вам пиво не даю. У нас есть видео. То есть вы закрываете. Все снималось на видео абсолютно. Выдуманная на ходу история никак не сходилась с картинкой на экране мобильного телефона. Она передает наказ. Кассир тут же забирает эти денежные средства. Я присутствовала, то есть я продавцу повторно сказала. То есть тут вина продавца понятна. То есть я просто говорю, ты кому пиво продавал? Сказал мужчине. Все, то есть вот у меня вопросов не возникло. За продажу алкоголя несовершеннолетние в отношении нарушителей составили административный протокол. У нас несовершеннолетний человек закупил алкоголь. Ему продали. Один раз мы сначала подумали, может быть случайность. Давайте на всякий случай проверим. Второй раз она пошла и также закупилась алкоголем. Подобные рейды в Самаре проходят регулярно. К ним привлекают представители городских и региональных общественных организаций. Давно сотрудничаем с Росконтролем, с представителями Росконтроля. И надеемся, что в дальнейшем также будем плотно с ними сотрудничать. В ближайшее время в Самаре проведут еще несколько рейдов в алкогольных и продуктовых магазинах. Нарушителей будут привлекать к ответственности и наказывать рублем. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.